О, Николай, присоединяйтесь к нам. Давайте похлопаем, Николай пришел, я сейчас не обратил внимания. Да. Добрый день. Да. Вы постриглись, как и я сегодня. Николай это один из представителей, девочки занимаются, Александра Серова, группа PRO, она занимается хип-хопом и джаз-ванком, Мария Белова и все в основных составах. И Женя Серова, Никита Брагин занимается хип-хопом, начинала с бэйбиков, да, с шести лет, с шести, с шести, вот. И Женя занимается джаз-ванком, короче, он здесь живет. Вот, два года подряд является обладателем премии «Родитель года» по версии лидер Dance Awards, да, то есть он выпил все кофе в нашей кофемашине, вот, ну, шутки ранее. Вот, на самом деле человек очень опытный, я сегодня пригласил родителей для того, чтобы вот вы из прямых уст услышали, какой путь это, ну, какой путь проделывается, да, и насколько это сложно, насколько это понятно, я предлагаю это сделать в формате интервью, да. Вот вы, когда пришли впервые в лидер Dance, когда вы впервые, ну, во-первых, начнем с того, что для них такой презентации не было, они все эти возрастные категории на личных ошибках выбивали, да, то есть потихонечку учили. А что для вас было там самым сложным, самым непонятным, и что стало там, ну, то есть той точкой, когда вы поняли, что, да, дети увлеклись серьезно и имеет смысл их поддержки. Ну, я надеюсь, вопрос понятен. Ну, вопрос понятен, да. Сказать, что было самое сложное, ну, конечно, соревнования. Это самое сложное, потому что две девочки и две девочки танцуют сразу и одновременно, и это и сейчас, в принципе, остается достаточно сложным для меня как родителя. Ну, а так, в принципе, мы с вами вместе развивались, и вы меняетесь как клубы, и мы меняемся и набираемся опыта, и хочу сказать, вот за те три года уже, то, что мы вместе, очень многое изменилось. Звучит неоднозначно. В лучшую сторону. Вот у Николая как раз дети, вот у них уже пошел финальный этап, это чемпионат мира и чемпионат Европы, то есть у нас цель стоит попасть туда, вот, первоначально там и чемпионат России тоже была сложная задача, но, тем не менее, все-таки усилия приложили, попали на эти события. У всех, конечно, вопрос, насколько это дорого. Это дорого. Фу, блин, я же давал вам сто баксов. Ну, это не сказать, что так дорого, как те же бальные танцы, где просто нереально дорого. У меня ребенок старшая дочь, если вы видели мой инстаграм, занимается бальными танцами, да, то есть на профессиональном уровне, но, тем не менее, ну, в среднем, сколько у вас вот два ребенка, мы занимаемся, ну, формат тренировок такой, да, то есть помимо групповых занятий, так как стоят серьезные задачи, это индивидуалки, конечно. Да, вот, ну, в среднем мы про соревнования, да, говорим? В среднем у меня выходит на дно где-то с проездом. Опять же, если мы на автобусе, а мы всегда на автобусе, мы стараемся не отрываться от коллектива, вот, в среднем на дно у меня выходит где-то 8, наверное, 8 тысяч. Это что туда входит? Туда входит как проезд, вот, мы всегда стараемся ездить без ночевок, то есть мы ночуем в автобусе. Ну, там так, в пятницу, например, вечером выезжаем, в автобусе утром приехали, выступили, и обратно, чтобы в воскресенье вы все были дома, и в понедельник никто работу не пропускал. Ну, это самая удобная графика получается. Да, и не сказать, что тяжело, нормально. Это зависит от того, какой коньяк едет. И дети хорошо очень выдерживают поездку, и, в принципе, сразу в бой, потому что номинации, вот, приезжаем, успеваем переодеваться и сразу, сразу танцевать. Но это не относится к поездкам в Москву и в Питер. Там, безусловно, за сутки до, потому что ребенок должен акклиматизироваться, адаптироваться, сложные события. Это проезд и это номинация, опять же. Почему номинация? Ну, танцует много, то есть она танцует и хип-хоп, и джаз-фанк, и хаос, да, ну, то есть и открытые классы, и лиги. То есть, опять же, где-то по четыре, по пять номинаций выходят. Паппинг. А, паппинг еще, да, да. У вас, давайте вот таким образом пойдем, какие-то вопросы у вас есть к Николаю, чтобы, ну, понятно было, что интересно вот именно из первых уст услышать. Ну, получилось так, у меня старшая дочь занималась бальными танцами, вот, в бальных танцах, если ваши дети занимались, там проблема с мальчиками, получилось так, что мальчик нас, он бросил, вот, дочь месяц у меня она мучилась просто, а потом показал попал, смотри, клуб танцевальный, давай сходим. Мы пришли, естественно, непонятный абсолютно для нас это джаз-фанк, хип-хоп, слова, первый раз мы слышали, вернее, я слышал такие слова, вот, мы сходили на первые пробные занятия по джаз-фанку, да, по джаз-фанку, и, выйдя оттуда, Александр у меня сказал, все, пап, на второе пробное я не пойду, я буду ходить к мальчику, к мальчику, к милому, вот, но потом, естественно, нам стало интересен хип-хоп, из-за того, что он все-таки соревновательная дисциплина, а потом... Ну, я дополню, хип-хоп во многих городах, ну, постоянно присутствует, джаз-фанк не во всех, не во всех городах, так хорошо, разве как у нас. Вот, потом подтянулась и младшая, естественно, следом. И что мне, я хочу сказать, что мне нравится и в моих детях, и что они нашли здесь, это то, что, начиная от наших обаятельных администраторов, вот, и заканчивая Денисом Сергеевичем, люди здесь просто горят, горят танцами, горят спортом, этим видом спорта именно. И дети, вот, те дети, которые здесь задерживаются, а здесь я уже знаю, из 500, наверное, человек 250 точно детей, они все этим горят. То есть, если ваши дети стремятся сюда, не стоит их ограничить, нужно давать им возможность танцевать, соревноваться и развиваться. Ну вот, сейчас вроде Александра, она немножко отошла от индивидуальных занятий, но мы стараемся тоже, вот, старшая старается все-таки брать, особенно перед крупными соревнованиями, брать индивидуальные тренировки. Хотя, последнее, что мы, дуэт, вот, дуэт все равно перед соревнованиями Денис Сергеевич их обязательно приглашает на тренировку и просматривает. А так получается, ой, да каждый день, но их у меня две, понимаете, я здесь живу, действительно живу. То есть, ну вот, у младшей получается вторник-пятница по час и полтора, так как она уже все равно в группе про у Никиты Игоревича, прошли полтора часа. И у младшей еще индивидуальные занятия. И помимо этого в субботу мы обязательно выходим на акробатику Яне Арменовне и дополнительно хаос. Я, наверное, дополню, вот на определенных этапах есть определенные тренировочные задачи, которые нужно закрывать, чтобы результат отобиваться. На первоначальном этапе это только групповые. В процессе, когда ребенок начинает принимать участие на конкурсах, ты понимаешь, что тренер не может физически на группе реализовать потенциал, поэтому идут индивидуальные. Самый лучший способ, с которого лучше начинать, это два раза в месяц. А потом, например, год, когда уже проходит, в среднем родители занимаются один раз в неделю. Вот у меня есть такие, которые стабильно записались, например, четверг с 5 до 6 перед группой. На вашем этапе можно заниматься по два человека. Во-первых, это дешевле, во-вторых, эффективность не падает. Они плюс-минус одинаковые. Такие, как дочь Николая Александра, например, с ней нельзя с кем-то делить. То есть у него уже достаточно высокий уровень танцевания, нужно все внимание уделять туда. Там не цикличные индивидуалки, то есть они идут либо перед активным, ну к чемпионату России готовимся, там на одних только групповых это невозможно. Мы примерно подвели, я знаю, что я перебил, мы примерно посчитали, танцы это физическое занятие, моторик. То есть для того, чтобы классно танцевать, надо танцевать в первую очередь. Вот мы так посчитали, 8 занятий в месяц, фактически из этих 8 занятий ребенку чистого танца на тренировке удается потанцевать минута-две. В среднем минута. Все остальное время тренер посвящает развитию физических данных, новый материал, отработка. Но отработка это не живой танец, не то, что они делают на конкурсе, он выходит и танцует. И получается за месяц он танцует 8 минут. То есть отвечая на вопрос, почему у ребенка нет результат, но мы же занимаемся, 8 минут чистой практики. Поэтому для них обязательно самостоятельные тренировки, индивидуальные тренировки, все то, что дает возможность чистой практики. Когда, например, дают сводные, возможность попрактиковаться, например, бесплатные группы делают, такие возможности, как правило, лучше не выпускать, особенно если ребенок зашел в конкурсный темп. То есть фактически танцевального времени мало и результат получается на 8 минут в месяц. По деньгам. Индивидуалка в среднем стоит, у меня стоит, если ребенок один, сколько у меня стоит? 800. А, если двое тысячи. 800 рублей. Ну то есть в среднем у Никиты Игоревича 650. Вот, то есть 650 на 4, что-то там 3, 3 600. А, 2 600. Ну вот 2 600 в месяц, да? Моя дочь, я трачу в среднем, недолго стоит 1000 с человека, 2000 с пары, 2 раза в неделю и 3 групповых, то есть 5 раз в неделю занимается. Ну и уровень, ну то есть я не вижу смысла тратить деньги, там в среднем это 50 тысяч рублей в Москву, если она там вылетит с первого тура. Ну нафига? На билетах двадцатка с супругой перелететь. Проживание, питание, взносы, входные билеты ради вылета с первого тура, ну нет. То есть я инвестирую в это, да? И по сути дела, я думаю, что Николай согласится со мной, мы инвестируем не в эти индивидуалки, не в эти конкурсы. Ну то есть мы инвестируем в кругозор. Я в свое время, когда занимался, наверное, когда я все-таки запишу это видео со своей историей, вот, то есть до четырнадцати лет, я не знаю, как там мама это сделала, до четырнадцати лет мне восемь стран мы посетили только благодаря танцам, да? И это были инвестиции как бы в мое развитие. Ну понятное дело, что я посмотрел столько стран, не захочу физически потом жить плохо, да? То есть у меня была своя личная мотива, мотивация как бы стремиться добиваться, работать, там учиться и так далее. Вот. И это были, ну то есть я потом с мамой разговаривал, и что вы там делали, как вообще, ну ты одна и бабушка, и вот они так вот меня тащили. Тоже в бальных танцах, да, с этими индивидуалками, это кто-то может себе позволить, а кто-то нет, да? Ситуации разные бывают. Но как показывает практика, там как Халима, например, да, который вот Саиши тогда, я сказал, Халима, вы прошли в сборную России, она вытянет, надо что-то, ну сборную России, чемпионат мира, надо что-то делать. Вот мы с ней сели, примерно прикинули, чем мы будем делать и начали по этому плану двигаться, и слава богу звезды сошлись, нашли деньги, и мы поддержали тоже в том числе, потому что мы знали, что ребенок стоит того. А есть такие амбициозные родители, ну типа мы едем в Москву, ну у нас финансы позволяют, для нас это такой пуф, но план тренировок не выстроим, то есть, а какой смысл ехать туда? И в этом случае, особенно при серьезных поездках, вот в случае с Николаем и уже с двумя его дочками, это индивидуальный план развития, который отличается от всех остальных. Посещение определенных конкурсов, определенные задачи закрываются, ну не все сюда приходят быть чемпионами, да? Чемпионов вообще суперсложно воспитать. В данном, ну вот в этом году чемпионат России был урожайный, три чемпиона России за одну поездку сразу. Да, Лада Зенина чемпионка России, Лада Зенин же выиграл у нас, да? Динара Рамазанова чемпионка России в паппинге, да? Аиша чемпионка России в юниорах, вот, это тотальнейший труд, да? Вот, но это не всем подходит, мне не всем надо, каждый инвестирует в своего ребенка на своем, ну, определенном этапе. Вот Николай на определенном этапе находится и говорит конкретно за него. Еще какие-то есть вопросы? Клуб Николая. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.